Всем привет! Сегодня будем творить гребень. Нам понадобятся следующие материалы. Это проволока диаметром 0,3-0,4 мм. Основа для гребня. Хрусталь 4 мм. Жемчуг натуральный 6 мм. Хрусталь более крупный, это 8 мм. И жемчуг более мелкий, стеклянный 4 мм. Я хочу взять много разных розово-пудровых оттенков, которые сейчас очень популярны. Хрусталь у меня прозрачный и полупрозрачный. Вы можете выбрать абсолютно разные оттенки, которые вам понравятся. Также нам понадобятся кусачки и тонкогубцы. Сам дизайн гребня будем придумывать по ходу его выполнения. То же самое предлагаю сделать и вам. Заранее извиняюсь за то, что мои руки иногда будут пропадать за кадром. Итак, берем проволоку и приступаем. Я хочу чередовать цвета, поэтому буду делать каждую веточку разным цветом. Все веточки у нас будут разные, потому что мы делаем дизайн на ходу. Как, собственно, сделать саму веточку? Отматываем проволоку на полметра. От катушки саму проволоку не отрезаем. Дальше я вам расскажу, для чего это нужно. Нанизываем несколько бусин и протягиваем проволоку через бусины. Сгибаем ее. На сгиб протягиваем бусину и начинаем закручивать. Две нити проволоки должны перекручиваться между собой. Обратите внимание на то, что перекручивать нужно всегда только в одну сторону. Перекрутили несколько раз и получили веточку. От количества прокручиваний зависит длина вашей веточки. У нас будут чередоваться веточки и стебель. Прокрутили первую веточку. Теперь делаем вторую и третью. Отступаем от 1 до 3 см. Делаем сгиб с бусинкой и прокручиваем. Теперь делаем сам стебель. Для этого перекручиваем две проволоки между собой. Не забываем крутить в одном направлении. Затем веточка и снова стебель. И так продолжаем чередовать. Я делаю каждую веточку разной длиной. Если у вас вдруг закончилась одна нить проволоки, а вам хочется сделать веточку длиннее, то оставьте заканчивающуюся нить длиной не менее 15-20 см. А ту нить, что идет из катушки, отмотайте подлиннее около 50-70 см и отрежьте. Теперь на нее можно продеть бусины и дальше скручивать. Вот, собственно, почему я предлагаю не отрезать сразу проволоку. И чтобы было более понятно, чуть позже я это покажу. Продолжение следует... Чтобы веточка была более естественной и пышной, добавим придаточную. Нанизываем бусинки и отступаем расстояние. Длину желаемой веточки. Но учитываем, что после скручивания оно станет короче. Затем сгибаем и снова крутим веточку. В это я, пожалуй, добавлю жемчужинки покрупнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот такая она получилась. Можно ограничиться одной дополнительной или добавить еще одну или несколько. У меня закончилась одна нить проволоки, а я хочу продолжить. И вот теперь можно увидеть в действии мой совет. Я отматываю от катушки проволоку и отрезаю. Продолжаю работать дальше. А дальше в работу подключается уже натуральный жемчуг. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот ветка и готова. У меня получилось даже не одна, а целых две придаточных веточки. Таких больших веток нам понадобится две или три, а может и четыре. Посмотрим по ходу выполнения. А пока приступаем ко второй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вторая веточка вышла покрупнее. Посмотрим, как будет лежать на основе. Для этого прикладываем. Ну вот я вижу, что мне точно нужен еще один элемент. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, приступим к сборке. Сначала решим, как лучше их закрепить. Можно соединить концы веточек, а можно наложить их друг на дружку, выбрать в какую сторону лучше смотрится. Я решила наложить и по очереди наматываю одну нить проволоки, а потом в другую на вторую веточку. Обкручиваем строго по направлению нашего скручивания. Продолжение следует... Излишки проволоки от первой веточки мы обрезаем и закатываем концы тонкогубцами или круглогубцами. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь две нити второй веточки обматываю на третью, а с третьей обратно на вторую. Помогаем всегда тонкогубцами, если не получается самим плотно это сделать. Достаточно 5-10 витков, чтобы надежно закрепилось. Излишки проволоки, опять же, если таковые остались, можно обрезать, а края среза прокрутить тонкогубцами. Острый край проволоки должен после этого не прощупываться, не должно быть острым. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь у нас остались 2 нити проволоки, которые нужно куда-то спрятать Мы просто их обматываем на ближние веточки Обрезаем излишки и закатываем острые концы тонкогубцами Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот и все скручено, наводим последние штрихи А именно расправляем все веточки Вот такой воздушный гребень у меня получился И у вас тоже получится Общее время выполнения украшения составило 3 часа Большой плюс таких украшений в том, что все веточки подвижны И будут повторять форму прически Детали можно менять местами, создавая разную форму И на этом у меня все С вами была я, Хендмейдер Лилу До новых встреч!